Здравствуйте дорогие друзья! Хочу немножко ответить на вопросы по тандыру из бочки. У нас немножко прошли дожди, сыро, мокро. Ну вот он стоит на улице, ничего ему нету, накрытый, не ржавеет, покрашенный, все нормально. Сказать за него, за этот тандыр ребята очень доволен. Но я даже не думал, что можно выполнить столько функций в этом тандыре. В общем, как оказалось, тандыр этот очень универсален. Вот так посмотрим, что творится в нем. Мы немножко заболели с женой, две недели ни к чему не подходили. Это немножко поржавело, но это не страшно, когда готовишь. Это огонь туда попадает. Да, огонь попадает и обжирает пламя. Внутри наша сковородка. Вот это мы уберем. Это потом все моется, чистится. А сейчас ответим на некоторые вопросы, которые задают подписчики. Постараемся ответить. Подписчики спрашивают, как он устроен внутри, хватает ли места. Ребята, хватает места, всего хватает. Сейчас я уберу там золу, потому что немножко мы приболели, ни до чего руки не доходили. Лежали пластом. Ну уже все нормально, будем убирать, все доводить до нужной кондиции. Вот такой тандыр внутри. Он сейчас холодный. Когда горячий камень нагревается, держит температуру очень хорошо. Вот видите, после того, как тандыр закладываем дровами, дрова сгорают, вначале все чернеет. А когда вот образовывается вот такое вот все беленькое, камень очищается, чистый, значит тандыр готов уже жарить, парить, что вы будете делать. Итак, сейчас покажу. Как выбираем золу? Это поддувало, закрывается обычным огнеупорным кирпичиком. Это половинка у меня. Ставим эту емкость. Я в прошлых видео говорил, что надо будет сделать какие-то ножки под него, приподнять повыше, чтобы можно было подсунуть, выгрести золу и унести. А так у меня не хватает. Это стиральная машина? Да, стиральная машина. Вот такая вот кочережка у меня. И начинаем углубо. Через подвал все оно прекрасно выгребается. Все это убирается, это на улице, это не в доме. Так что... А это все пойдет как удобрение. А зола, да, это горела абрикоска, пепел пойдет как удобрение. Все фруктовые деревья. Под фруктовые деревья, под кусты можно подсыпать, под виноград, очень хорошо под виноград. Мы как в старину, как в деревнях, чистим подвала. Интересно. Так что отходы у нас безотходные получаются. Все идет в ход, даже зола идет в ход. Чистить легко. Чистить легко. Сколько тут? Две минуты и там... Даже двух минут нет. Все чисто. Дров много не идет. Много не надо. На разогрев. Дочищаем все веничком, чтобы было красиво. Сейчас я специально вымоку вам, чтобы вы видели, как у меня расположены кирпичики, чтобы швы были видны. Это ответим на некоторые вопросы наших подписчиков. Все чисто, красиво, замечательно. Верх слегка. Верх чистый. Он уже был накрытый. Здесь у нас еще роза решила цвести. 25 декабря. Роза цветет. Хризантемы цветут. Это были дожди, поэтому они паникли. Это наша печка сзади. А вокруг я посадила хризантемы. Они цветут. И радуют всех. Вот такие виды ромашечные. Все цветет. Если б не дождь, они бы еще в красивом состоянии были. И вот еще клон борозы. Они еще не думают даже вянуть. Листочек ни один не упал. Итак, дорогие друзья, спрашивали, как устроено дно. Более немножко подробно рассказать. Дно не заморачивался. Дно лежит вот такое. Я нашел еще один старый огнеупорный кирпич. Вот дно выложено вот так вот огнеупорными кирпичами. Здесь вот так вот стоят огнеупорные кирпичи. И вот там, где уголки, я тоже повырезал. Бочка круглая. По форме бочки повырезал кирпичики. И ложится все это на раствор. Все швы заделываются раствором. Раствор, дай бог памяти, кажется, называется мертерь для кладки печей, каминов. Ну, на базарах продается эта огнеупорная смесь. Вот посмотрите на дно. Вот у меня, блин, не достаю. Палочку возьму. Возьму кочережку. Вот он у меня лежит сплошняком один кирпич. Второй кирпич. Третий кирпич. Ну, короче, и вот шов. Один шов, второй шов, третий шов. Все это забито огнеупорной смесью. И получается сплошное дно. Все, один слой кирпича. Ложится вот так. Плошмяк. Этого вполне достаточно. Дальше. Спрашивает, как устроено поддувало. Ну, не знаю. Надо как-то показать изнутри. Вот я показываю. Давайте покажем сразу. Вот я показываю. Снутри видно хорошо. Говорю. Когда я положил дно, выложено, я взял дрель и вот так вот по кирпичу. Просверлил в бочке две дырки. Сейчас с той стороны. То есть, если взять вот так вот кирпич. Взять кирпич, который я буду закрывать поддувало. Вот я в этих местах просверлил две дырки. Сверху и две дырки по самому дну. То есть, четыре дырочки получилось, чтобы я видел с той стороны. Вот с этой. Вот получились сверла. Вышли сверла здесь. Здесь у меня дно. Вот вышло сверло здесь, здесь и здесь. В четырех местах. И я просто вырезал окошко. Что не может изнутри, можно снаружи будет даже проще. Вот по кирпичу наметить и вырезать это отверстие. Так будет даже проще. Тут вариантов куча, как вырезать в бочке это отверстие. Главное, чтобы этот кирпич ложился ровно на дно. Плотненько. Плотненько, да. Почему я сверлил изнутри, я не мог угадать, где находится вверх дна. Мне надо было, чтобы кирпич лег именно на дно бочки. Вот. Это главное угадать надо. Поэтому я изнутри сверлил бочку по кирпичу. Чтобы знать, чтобы этот кирпич подбывали лёг хорошо. Дальше я взял полоску нержавейки и выгнул её в виде буквы П. Вот здесь она стоит. И уже там на неё я подгонял кирпичи. Показывай внутри. Показывай. Вот выложен по кругу ряд кирпича. Видите, он цельный идёт. Вот стоят вверх. Стоят у меня кирпичи. Вот, вот так вот. Ну, опусти вниз, пожалуйста. Вот так вот. По кругу они стоят, кирпичи. Кирпичи. Вот когда доходишь до поддувала, вот ещё один кирпич становится цельным. А дальше уже надо резать кусочки. У меня где-то получилось вот так вот отрезать. И вот эти вот, что остались, ставим уже на нержавеечку. Вот она. Видите? Вот тут вот нержавейка буквой П стоит. И эти кирпичики стоят на нержавейке. Вот. Получилось у меня раз, два, три. Но тут ещё дырочка получилась. Я его кусочком кирпича заделал. Дальше уже пошли опять ряд кирпичей целых. Для чего это делается? Чтобы следующий ряд кирпичей, вот, уже пошли цельные кирпичи. Вот. Ничего, в принципе, сложного нет в этом поддувале. И получается сколько? Раз, два, три. Три ряда кирпичей. И сверху вот так я выложил кирпичи. Вырезал. Там где-то видео есть. Всё показано. Да, там есть видео. Вот эти углубления для чего. Всё это понятно. Да. Работает, ребята, исключительно. Я доволен. Короче, есть у меня и мангал, есть и печка. Есть и всё. Но это, чтобы я раньше знал за эту штуку. Вот это всё. Вот вам и печка, и мангал, и всё, что хочешь. Сделал я немножко. Там вы видели мои приспособы. Сварил я вот такую вот. Она, конечно, некрасивая. Сварил я вот такую вот штуку. Почему она ржавая? Потому что постоянно огнём. Огонь попадает. Огнём, да. Пламя хорошее. Ну, она. Ничего страшного тут нету по виду. Для чего я её сварил? Ребята, универсальность. Это у меня старый казан. Это я курочком варю. Ставите сюда. У меня большой есть казан. Вот вам уха. Дрова подкидывай себе. Вари. Плов варишь. Ну, что хочешь можно варить в казане. Начиная от ухи, кайчая, борщами, супами и всё такое прочее. Дальше. Опять же на эту подножку. Кто знает, у меня есть. Сделал уже. Сковородка саж. Садж называется. Из бараны сделанная. Оставлю видео ссылочку. Посмотрите. В верхнем правом. Карлорожку на этой сковородке. Ну, посмотрите. Сковородка из бараны садж. Она большая. Прямо ставим сверху. И, пожалуйста, жаришь. Парь. Ну, очень. Сказка вкуснятина. Обалденная. Обалденная. Картошечка с мясом. Ну, вообще исключительно получается. Также дровички отсюда подкидываем, если надо. Вот это расстояние как раз хватает для того, чтобы попросить дрова. Я ещё одну функцию узнал. Тандыра. Я ещё этим не занялся. Оно немножко распогодится. У нас зима, холодно. Ну, может, весны дождёмся. Дождёмся весны. Ребята, сюда вставляется труба. Ну, конечно, надо сделать квадрат по форме кирпича. Вот такой вот квадрат из металла надо будет сделать. И приварить трубу. Всё это можно сделать. И можно коптить, ребята. Оказывается, можно коптить в тандыре. Я не знал. Это можно сделать и горячего копчения, и холодного копчения. Всё можно делать. Ну, это у нас все планы в будущем. Это планы в будущем. Видео будем снимать, показывать. Кому интересно, подписывайтесь на наш канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Показывай. Пускай люди смотрят. Все же понимают, что сейчас зима, и оно не в чистом состоянии. Потом всё будет мыться, чиститься и приводиться в порядок. На улице всё моется шлангом, обгорается огнём, обдаётся. И всё становится чистенько и пригодно для приготовления пищи. Ещё хочу показать универсальность. Если нет большого казана, вот приспособа. Раз, поставим. На вот эти отверстия. Сюда. Легко становится. Не обращайте внимание, это для курочек я в нём варю. Вот вам маленький казанчик поставить можно. Дрова можно подкинуть. Покажи, есть у нас дрова. Вот, смотрите. Там уже горит всё. Заканчивается дрова. Дровишки раз, подкину. Огонь идёт. Оно всё на костре получается. Всё очень вкусно и всё хорошо. Хорошо. Пожалуйста, если большого казана нету, чтобы встал сюда вот вот. Можно. Ой, ой, упала. Ничего. Ну, надо попасть в пазики просто. Вот он, всё надёжно, всё крепко стоит. Ничего не перевернётся. Никогда ничего не улетит. У кого нету такой приспособа, это нет проблем. У кого руки стоят, правильно сварить с арматуры. Тут ничего. Круг и к кругу четыре приварил себе таких вот отводиков. Всё. Будет вам стоять на арматуре. Ещё раз повторюсь, что вот эти вот кирпичи на поддувалом стоят на нержавейке. Ну, была у меня листовая нержавейка. Вот. Она согнута в виде буквы П. Надо было снять. Да. Эти кирпичи подрезаны. Конечно, надо было снять, когда я это всё делал. Ну, я думаю, что поймут. Главное, чтобы вы выдержали вот рядность кирпичей вот этих вот. Вот они идут. Первый ряд, второй ряд. Чтобы не надо было каждый раз подрезать. Да, да, да. Мучиться в этом смысле. И при строительстве обязательно вот выдерживать надо. Вот один кирпич стоит, да. Чтобы перекрывал. Шов стоит по центру. Следующий ряд. То есть шов перекрывает. Кирпич перекрывает шов получается. Так везде у меня. Вот здесь, 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 здесь. Вот если вы посмотрите. Вот кирпича сверху уже вот так. Ну, это, наверное, как в строительстве. Когда дома строят, тоже так перекрывают. Так оно, конечно, надежнее получается. В общем, красиво. А швы вот эти вот. Когда кирпич становится вот так. Другой вот так вот. Тут швы забиваются раствором. Еще попросили меня снять, какой получился внутренний диаметр. Ну, вот я замеряю. 31 сантиметр. Вполне достаточно для сковородок. Для шампуров. Так что больше можно шашлык было сделать. Ну, нормально. 31 на 31. А поддувало по мере какого размера? Да, ну, уже по мере и по... Уже и поддувало по мере. 10, по-моему, да? Ну, на 10. 10 с половинкой даже. На 6. Ну, это по кирпичу. Какой у вас огнеупорный кирпич? По размеру кирпича? По размеру кирпича. Кирпич ты же не резал, да? Нет. Я вот только половинку отрезаю. По полу. Есть уже кирпичи, есть шире кирпичи. Во время приготовления, допустим, если хотите, чтобы шашлык, допустим, если делаете шашлык на шампура, чтобы немножко поджаристый был. Пожалуйста, вот так вот чуть-чуть приоткрыли. С треугольничком поставили. Да, поставили, приоткрыли, чтобы тут щелочка была. Получается тяга. И он немножко более такой зажаристый получается. Он вообще обалденный. Если не хотите, можно закрыть. Но я обычно люблю, чтобы он немножко зажаристый был. Так вот такую вот щелочку оставляю, вот. Вот так вот. И все. И работает то, что надо. Все, всем пока. На все вопросы постарались ответить, если у кого будут возникать новые вопросы. Задавайте, пишите комментарии. Ну, я очень доволен. Постараемся на все ответить максимально хорошо. Приспособление самое главное. Без него вот этот вот прямой тандыр работать не будет. Не смотрите, что оно ржавое, но оно обгорает, накаляется. Вот, как раз вот когда распаливаете. То есть пламя получится небольшое, а целенаправленное. А вот эти решеточки. Ну, я увидел у ребят это в интернете. Спасибо им. Попробовал, сделал. Попробовал, сделал. И оно действительно работает. То есть пламя не вылетает вверх, а целенаправленное. Тепло сохраняется внутри. Кирпичи белеют. Все как положено, все работает. Вот без этой штуки тандыр работать не будет. Ну, может будет, наверное. Ну, так очень удобно и намного. Вот. Вот у меня крыша вот стоит. Теперь накрываем его, чтобы на него дождь не лился. Сниз не сыпался, которого у нас никогда не бывает. Снега мы уже не видели очень давно. Малина вон уже наша, он листья почти сбросил. Ну, розы продолжают. Цвистки, хризантемы. Вон, хризантемы цветут. Деревья только некоторые недавно осыпались. Декабрь месяц. 25-е. 25-е. Скоро Новый год. Всех с наступающим Новым годом. Готовьте на тандырах. Как раз вы успеете их сделать. Всем удачи, всем пока.